Модернизация работы социальной карты в Ненецком округе позволит перевести на нее меры социальной поддержки, предусмотренные окружным законодательством. Подробнее расскажем далее. На заседании Постоянной парламентской комиссии по социальной политике руководитель Департамента цифрового развития связей и массовых коммуникаций Ненецкого округа Антон Лебедев представил информацию о модернизации работы социальной карты. Напомню, социальная карта – персонифицированная пластиковая карта с информацией о человеке. Банковского приложения у подобного носителя нет. Все социально нуждающиеся категории граждан при помощи нее получают различные меры поддержки. Например, бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте. Просто эта карта имеет возможность доказывать, что ты имеешь право на льготу. То, что там на ней есть деньги, это как бы, ну окей, это твои деньги. Но прикладывая ее, например, в транспорте, ты подтверждаешь, что имеешь льготу или бесплатный проезд. В настоящее время завершаются мероприятия по обеспечению возможности использования бесконтактных банковских карт МИР наравне с социальной картой. Гражданам лишь останется выбрать наиболее приемлемый вариант. Количество сервисов также планируется увеличить. Помимо этого, на заседании комиссии прозвучало предложение перевести некоторые меры социальной поддержки в беззаявительный характер. На территории округа таких около 170. Пока планируется, что это нововведение будет касаться только пенсионеров. Беззаявительный характер упростит жизнь не только жителям пожилого возраста, но и работникам социальной службы. Для того, чтобы не надо было регулярно подтверждать свое право на получение определенных льгот, вынесли данный вопрос и обратили внимание, что в первоочередном порядке необходимо рассмотреть единовременную компенсационную выплату гражданам пожилого возраста, как не пожилого человека. Также речь идет о региональных компенсационных выплатах пенсионерам. Их размер в настоящее время составляет 3500 и 3108 рублей в зависимости от трудового стажа. Помимо этого, прорабатывается вопрос о возможности использования социальной карты как способ идентификации личности, например, для получения лекарств или посещения общественных бань. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал Север.